Продолжение следует... ...возносит его владельца на вершину Олимпа. Идея проверить снегополотоход «Марш» в самых экстремальных полярных условиях пришла руководству Генерального департамента развития «АвтоВАЗа» не случайно. Самодельные транспортные средства на пневматиках сверхнизского давления давно получили широкое распространение среди жителей Крайнего Севера. Поэтому демонстрация автомобиля ВАЗ-1922 в реальных условиях стала бы лучшей рекламой продукции «АвтоВАЗа». Арктический опыт уже был. Оставалось сформировать состав экспедиции. Что и было сделано. Возглавил ее главный технолог «АвтоВАЗа» Владимир Петрович Пересыпкинский. Настоящим сюрпризом стало участие в ней мэра Тольятти Сергея Федоровича Жилкина. А опытнейший водитель-испытатель Олег Федоров и директор фирмы «Вронта» Юрий Зуев стали бессменным экипажем «Марша». Телевизионным группам «АвтоВАЗа» и ОРТ была предоставлена уникальная возможность снять исторические кадры покорения полюса. 15 апреля без особой помпезности вторая высокочеротная экспедиция «Северный полюс-99» стартовала от Генерального департамента развития. Вездеход привлек большое внимание местной прессы и просто зевак на улицах города и на его пути в аэропорт Самара. Генерального департамента развития для решения всевозможных формальностей с досмотром, большую помощь в чем оказали представители фирмы «АвтоВАЗ-ШЕР», наконец «Марш» отправился на загрузку в самолет Ан-12. Здесь нам пришлось немного поломать головы, пройдет или нет вездеход в салон воздушного извозчика. Но все решилось как нельзя лучше, и погрузка на борт была завершена. Наш самолет дарит курс на заполярный поселок «Хатт». где совместному детищу «АвтоВАЗа» и «Бронта» снегоболотоходу «Марш» предстоит пройти первый экзамен на зрелость. И вот, наконец, после многочасового полета Ан-12 с болотоходом на борту прибыл в аэропорт «Хаттанга». Самый северный аэропорт России встречает нас морозом, снегом и Нивой ВАЗ-2131, той самой, которую десантировали на полюс в прошлом году. Командир «Хаттанского объединенного авиаотряда» Владимир Овчинников очень доволен этой машиной и не скрывает своих симпатий к нам и снегоболотоходу. Владимир Иванович, хочется выразить большую благодарность «Хаттанскому авиаотряду» за то, что он помог с доставкой болотохода в поселок Хаттангу, первый пункт отправки на Северный полюс. Расскажите немножко о своем авиаотряде. Я очень рад вас здесь видеть. Сама история начинается с 1934 года, когда здесь присоединился первый гидросамолет. Расскажите, как сложились связи между «АвтоВАЗом» и «Хаттанским авиаотрядом»? В 1991 году мы получили первый заказ, то есть наши летчики отработали там по первым заявкам «АвтоВАЗа». Но это получилось достаточно удачно, то есть мы выполнили ту задачу, которую перед нами ставили. Но ведь не надо забывать, что квалификация наших летчиков, она все-таки не в обиду сказанная летчикам тем, которые летают на материке, она все-таки немного выше, потому что и погодные условия здесь свои, и особенности свои, и школа своя здесь. Поэтому это все сказывается. Местные жители с любопытством смотрят на чудо-автомобиль на гигантских раздутых колесах. В их понимании он, наверное, выглядит чем-то чужеродным. Собаки лучше. Но вот с собаками здесь явно проблема. С большим трудом находим одну единственную упряжку, которую держат для гостей, и снимаем эти незабываемые кадры. Наш вездеход движется рядом с упряжкой, слышно прерывистое дыхание собак до хруст тушин на морозе. Нас приглашают проехать к местной достопримечательности – ледовой дамбе, единственному в мире искусственному сооружению, которое защищает портовые суда от льда. Уверенные в способностях машины и не испытывая ни малейшего сомнения, загоняем марш в глубокий снег с притаившимися под ним льдинами, и смотрим, как он преодолевает свои первые в жизни серьезные преграды. Мы еще не знаем, что наблюдающие за нами зеваки на 100% уверены, что им придется вызывать трактор, чтобы вызволить вездеход из снежного плена. Но, увы, их ждет разочарование. И вот они, эти кадры. Вездеход, не буксуя, проходит под снежной целине у подножия дамбы. На улицах Хатанги марш собирает местных ребятишек. Развлечений здесь мало, и они гурьбой тянутся к местам остановок этого уникального транспортного средства. Но вот мы снова грузимся по самолетам. Наш дальнейший путь лежит в еще более высокие широты. Остров Средний. Архипелага Северная Земля. Остров Средний. Его радиопозывной «Борнео» был некогда могущественным оплотом подводного ядерного флота Советского Союза, где и сейчас можно видеть растянувшиеся почти на целый километр танки, заполненные авиационным керосином. Снег здесь сходит на две недели в году, чтобы затем снова покрыть его ровным слоем. За проливом, носящим название, пролив Красной Армии, расположился остров Большевик, на котором похоронен известный полярник, первооткрыватель архипелага Северная Земля, Ушаков. Рядом с ним покоится прах еще одного полярника, Седова. Самолеты с вездеходом мы не застаем. Он опережает нас на целый час и находится уже на пути к ледовой базе. Места здесь унылые. Камень и лед. Ветер носит название варианта. Всего их три. Разница в сопутствующей температуре и скорости. Этот остров – последняя земля. Дальше – торосы, льды и вечные холода. Мог ли предполагать первый покоритель Северного полюса Роберт Перри в далеком 1909 году, что спустя ровно 90 лет по его стопам двинется автомобиль – транспортное средство, находившееся в теднищем младенческом возрасте. Но реальность нынешней жизни не оставила ему выбора. А наш автомобиль продолжает свой путь к полюсу. И вот последняя точка посадки – ледовая база. На ровном ледяном поле толщиной всего 80 см обустроена нехитрая взлетно-посадочная полоса. Отсюда рукой подать до 90 градуса северной широты. Но для марша это серьезное испытание на зрелость. Ему предстоит пройти 114 км через сторошенные льды, ледовые реки и снежные заструги. С высадкой на ледовую базу начинается обратный отсчет. Всего 6 часов может самолет находиться на ненадежном ледовом аэродроме. Дальше его покрытие начнет трещать под весом многотонного воздушного судна. И тогда самолет может провалиться под лед. А там 4,5 км толщи северного ледовитого океана. В прошлом году под лед провалился вертолет Ми-8. Север ошибок не прощает. Все это значит, что за 6 часов снегоболотоход «Марш» должен покорить Северный полюс. Не мешкая, мы даем последнее напутствие, прощаемся с экипажем снегоболотохода и в путь. Спустя 2 часа после старта автомобиля в воздух поднимаются вертолеты сопровождения, и мы нагоняем вездеход. С высоты птичьего полета видно, как вазовское творение преодолевая сторосы и надувы уверенно движется вперед. От ощущения бескрайности полярного пространства появляется какая-то божественная эйфория. Но время на исходе опройдено всего каких-то 10-15 км. Впереди еще 100. Пилоты, лучше нас знающие, что про медление смерти подобных, принимают решение взять «Марш» на внешнюю подвеску. Среди ледяной пустыни это удается только со второго раза. Сидя в фюзеляже вертолета, мы с грустью смотрим в нижний люк на беспомощно висящий снегоболотоход. Но вот в 5 км от Северного географического полюса он снова получает желанную свободу передвижения и устремляется к победе. Мы же разворачиваемся для посадки и встречи его на полюсе. В том, что вазовский снегоболотоход «Марш» способен трудиться в условиях самых высоких широт, уже нет никакого сомнения. Тянутся томительные минуты ожидания. Уже установлены флаги Тольятти, автовазы, Самарского международного аэропорта. Все поздравляют друг друга с покорением макушки Земли. Многие из нас, да что там говорить, все, впервые попали на Северный полюс, и нам лестно быть в роли покорителей. Наше ликование прерывает нарастающий шум до боли знакомого двигателя Нивы. Как необычно он звучит здесь, на широте 90 градусов и почти в 40-градусный мороз. Мы бросаемся к подъехавшему механическому полярнику и его экипажу. Северный географический полюс покорен. Покорен снегоболотоходом, созданным автовазом и его дочерней фирмой «Бронто». Апогеем экспедиции становится малое кругосветное путешествие через все часовые пояса, которые совершает на вездеходе мэр города Тольятти Сергей Жилкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, времени больше нет. Берем марш на подвеску и быстрее летим обратно на ледовую базу, где уже нас дождался самолет. Все в глубоких раздумьях. И мне кажется, я догадываюсь, о чем думает каждый. Прилететь сюда обратно, а то и махнуть с новой Нивой ВАЗ-21-23 теперь уже на Южный полюс.